Всем привет! Продолжаем рассуждать или разговаривать о основах физического моделирования. Вот, ну и сегодня поговорим о силе. Вот, ну возможно еще о импульсе. Итак, сила. Одной из важнейшей концепции физики является сила. Вот, ну давайте, давайте что-нибудь вот схематически представим. К примеру, вот у нас есть какой-то объект. Ну обычно так оно все рисуется в книгах там школьных по физике. Вот, и объект имеет массу. С массой мы уже знакомы. Так, объект имеет массу. Давайте напишем m. Вот, и на этот объект действует сила. Так, где она? Вот она. Давайте вот здесь поставим сюда. Действует сила. Также на этот объект действует еще одна сила. То есть, две силы. И вот сюда. Так вот. По закону Ньютона, связь между силой, вот, которая действует на объект, массой и ускорением, описывается, вот, вторым законом Ньютона. То есть, второй закон Ньютона у нас, как он описывается, давайте вот возьмем текст. И второй закон Ньютона. F. Это сила равно масса умножить на ускорение. То есть, можно еще сказать по-другому. Сила, прилагаемая к объекту, для его движения, с ускорением А, и равна произведению массы на это ускорение. То есть, к примеру, вот этот объект массой 100 кг. И если мы возьмем объект, он лежит на поверхности Земли, а ускорение свободного падения, мы знаем, у нас 9,8 метров в секунду квадратных. То есть, сила, сила измеряется в Ньютонах. Сила здесь равна 98, там, ну, где-то вот так вот, короче, пусть. 980 будет. Вот, 980 Ньютонов будет равна сила. То есть, на объект действует сила в 980 Ньютонов. Вот. Можно же эту формулу переписать. К примеру, можно узнать, да, с какой скоростью, точнее, с каким ускорением будет двигаться объект, если на него действует сила, вот, и у объекта есть определенная масса, да, то тогда эта формула записывается вот так вот. А ускорение равно F разделить на массу. В данном случае, если объект просто не лежит где-то, а висит в пространстве, да, мы его держим. И если мы его отпускаем, мы знаем, к примеру, что на него сейчас будет действовать сила 980 Ньютонов, а масса этого объекта, к примеру, там, 100 килограмм. Ну, то есть, мы это знаем. То есть, в данном случае мы получим вот это вот значение, 9,8 метров в секунду квадрат. Вот. Это мы получим ускорение. Вот. Но для того, чтобы рассчитать, с какой скоростью будет двигаться объект, и если мы к нему приложим, к примеру, с этой стороны силу, в 980 Ньютонов, то, ну, как бы можно не учитывать притяжение, да, тогда мы получим, что он там в эту сторону поедет с ускорением 9,8 метров в секунду квадратных. Вот. Ну, и из этого тоже следует, у нас здесь нарисованы две силы, да, вот сила сюда и сила там вверх. То есть, она называется нормальная сила, да. Нормальная сила, она равна по величине и обратно по направлению. То есть, это обычная сила, да, с которой притягивается объект, на который там давит, как бы гравитационное поле Земли, ну, не давит, а притягивает объект. И нормальная сила, она обратна. И в данном случае, вот объект лежит у нас на поверхности, и у нас движения нет. Так как суммировал эти две силы, мы получим значение 0. Вот. В играх сила используется и по разным причинам. То есть, к примеру, нам надо вычислить силу к некоторому объекту и вычислить получившееся ускорение. То есть, можно для простоты, там, не знаю, например, рядом лежат шары и происходит какой-то, к примеру, рядом с ними взрыв. То можно просто, не вдаваясь в какие-то серьезные вычисления, просто знать, что в данном случае этот взрыв, он дает определенную силу, да, там, в точке соприкосновения, это может быть 100 ньютонов, там, в 5 метрах, это там, 80 ньютонов, и так дальше. Просто расписать, да, в табличку, чтобы не делать лишних вычислений. А дальше, зная эту силу и зная расстояние, на котором находится, к примеру, этот же шар или еще какой-то объект, то просто к нему мы можем приложить эту силу и получить начальное ускорение. Вот. И если будем игнорировать силу трения, то у нас объект полетит и полетит. Ну, если это мы будем моделировать в космосе, что-нибудь, то тогда, 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 как бы объекты начнут улетать от взрыва, да, с каким-то там ускорением. Вот. Также силы используются в играх, когда два объекта сталкиваются. Вот. И нам нужно вычислить, какие силы действуют на каждый из этих объектов. Для стрельбы, если мы моделируем какую-то стрельбу из каких-то пушек, вот, то у нас снаряды могут быть различной массы. Соответственно, сила прикладывается к снарядам одно и то же, например, ну, там, заряд пороха у нас один и тот же, вот. А сами снаряды разные. Вот. И, соответственно, нужно вычислить силу и, соответственно, и с этой силой задать определенное ускорение каждому из объектов. Но это у нас, как бы, мы рассматривали сейчас только двумерный случай. В трехмерном случае, ну, даже и не только в трехмерном случае, вообще многомерное пространство, в многомерном пространстве может на объект действовать много сил, да и в двухмерном пространстве тоже много сил. Ну, давайте рассмотрим пример. Вот у нас есть некий объект. Вот он. И на него могут действовать различные силы. Одна из них, это может быть, может быть, давайте не так. Так, это вот, вот сила одна. Это, ну, это может быть движение, да, сила, которая там задала ему движение или еще что-нибудь, или просто тут у этого объекта он движется, находится под воздействием этой силы, которая его толкает вперед. Дальше может действовать еще вот такая вот сила. Давайте такую для простоты. Вот, вот такую. Вот еще одна сила. И, кроме всего прочего, мы еще можем получать внешнее воздействие. То есть, вот объект движется, действует одна сила, вот вторая сила, и еще там может дуть ветер, там, или кто-то с нами столкнулся. Вот, так, давайте эту силу уменьшим. Вот так вот. И результирующая сила, она рассчитывается просто, то есть, складываются все эти три силы. И если мы сложим все эти три силы, то есть, ну, это сложение векторов, да, то получится, давайте вот так вот я сделаю. Так, давайте, ой, я тут тоже, изменим, вот, и если мы сложим эти вектора, то есть, сложим раз, два, три, то у нас должно получиться, то есть, давайте, если схематически, вот, мы складываем раз, дальше нам нужно сложить вот эту, она вот так вот направлена, два, и, 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 и еще сложить вот, вот эту силу, то есть, вот эта сила, вот она, тут подлиннее должна быть, потом вот эта сила g, вот она, и вот эту f, вот она, и в результате мы можем получить что-то типа, вот такого, то есть результирующую силу, то есть результат, да, что-то типа, типа вот такого, вот, ну, это так, схематически, вот, то есть силы складываются, ну, как обычные вектора складываются, да, или просто они суммируются, вот, вот и все, и мы получаем результирующую, потому что есть знак, есть значение этой силы, соответственно, тут какой-то будет минус, тут плюс, тут плюс, и в результате мы получим что-то типа такого, то есть в случае с играми, да, или мы, мы складываем, то есть это у нас получается вектора, и у которых есть координаты, вот, и мы складываем, там, по иксам складываем координаты, по игрекам, и получаем вот эту вот результирующую силу, вот, и получаем то в результате, куда там объект, ну, скажем так, будет двигаться, к примеру, если эта сила будет гораздо больше, так, давайте изменю, вот эта сила будет гораздо больше, то, соответственно, у нас вот это, скорее всего, скорее всего, ну, может быть где-то, 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 так, это вот сила, и нам еще надо вот это сложить, вот так, то это может быть где-то направление уже изменится чуть-чуть в другую сторону, потому что значение вот этой силы, которая действует на объект, гораздо больше, чем вот эти значения, вот, то есть это может быть массивный объект, прилететь сюда, ударить наш вот этот объект, и он, соответственно, изменит там свое направление. Ну, и кроме всего прочего, в прошлый раз мы познакомились с центром масс, и, к примеру, если мы возьмем вот такой объект, то центр масс у него, мы знаем, ну, будет вот посредине, если этот объект однороден, то есть если, если, если однороден, то центр масс как раз вот здесь среди, но, если у нас этот объект будет что-то типа вот таким, то центр масс может быть, ну, я не знаю, может быть даже пусть вот здесь, соответственно, будет действовать сила притяжения, ну, и такой объект, понятное дело, стоять не сможет, потому что, как бы вот этот краешек не попадает в, как бы, вот эту область, да, и, соответственно, объект по-любому упадет, но если же, если же, если же, если же, если же мы передвинем это вот сюда, то есть если мы сделаем произведение, да, на ось, вот, или проекции, то в данном случае вероятность того, что объект будет стоять довольно-таки высокая, вот здесь он может стоять, а может и не стоять, то есть очень нестабильное положение, но если же мы переместим вот сюда еще его сторону, то в таком случае объект по-любому упадет, вот, потому что эта проекция выходит за крайнюю точку, да, опорную точку, и объект упадет, это когда мы, это мы уже можем, ну, например, рассчитывать что-то, хотя вряд ли, хотя нет, не вряд ли, такое тоже может применяться, когда мы, к примеру, в наших играх строим какие-то башенки, вот, и эти башенки должны там падать или не падать, так, давайте я тут все поотменяю, что-то так долго отменяется, ладно, вот, и, к примеру, мы строим башенки, вот, одна башенка, ну, один блок, центр масс здесь есть, они все однородные будут, потом вот ставим вот здесь вот так вот второй блок, вот, потом, то есть центр массы здесь посередине, общий центр масс мы считаем, и он, к примеру, может быть уже где-то вот здесь, ну, к примеру, вот, потом мы ставим еще один блок, вот так вот, потом еще один, вот, вот при этом блоке, скорее всего, уже, уже у нас упадет объект, вот, вот, и центр масс, вот здесь будет раз, у этого объекта, два, три, четыре, а общий центр масс, это нам нужно суммировать, нам нужно вернуться к предыдущему уроку, и общий центр масс, скорее всего, уже будет где-то смещен, и вот эти объекты начнут сначала вот этот блок падать, потом вот этот, а эти, скорее всего, выстоят, вот, потому что на этот блок уже будет действовать сила, вот, то есть раз сила, тут два сила, тут три сила, где-то три, ну, оно не ровно, прошу прощения, оно привязывается к точкам, но оно все должно быть ровно, и вот на основе всего этого, ну, может быть, может быть, кстати, я что-нибудь такое и сделаю, да, когда мы рассмотрим основные принципы положения физического моделирования, и можно будет на основе уже полученных знаний начинать делать вот такие простенькие программки, да, так простое физическое моделирование, вот, и в данном случае здесь надо посчитать общий, к примеру, центр масс, а можно его и не считать, но в данном случае уже сила на этот объект без верхнего, да, действует вот сюда, то есть по-хорошему он еще не падает, но здесь появляется еще одна сила, то есть получается где-то вектор, можно его вот сюда добавить, и в результате там результирующая будет куда-то сюда, и, короче, у нас объект упадет, вот, ну, это, это со временем, нужно сначала пройти какие-то основы, так, ну и давайте еще вспомним, что такое импульс, то есть формула у нас вот такая, P равно M умножить на V, вот, то есть единица измерения импульса, судя по этой формуле, это килограммы умножить на метры в секунду, вот, то есть, как бы так устно объяснить, что такое импульс, ну, не знаю, сложновато, вот, но эта сила представляет собой скорость изменение импульса за единицу времени, вот, вот, что-то такое, то есть, ну, в целом-то, что мы знаем, да, импульс, 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 ну, да, довольно сложно объяснить словами, вот, то есть, у любого объекта можно найти его импульс, зная массу и скорость, да, и чем меньше скорость, тем меньше его импульс, соответственно, этот импульс можно передавать другим объектам, вот, когда объект движется, он соударяется с другим объектом и в этот момент переходит передача импульса, вот, одному объекту, а тот отдает там свой импульс или, но это уже разряд законов сохранения энергии, вот, самое главное, запомним формулу импульса, потому что она может вам пригодиться, нам в наших видео уроках, возможно, пригодится, как пойдет, вот, ну, на сегодня все, поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, комментируем, ставим лайки и все такое, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok